Продолжение следует... 1828 год – это русско-персидская война. По итогам войны с 1828 года нынешняя территория Армении становится частью Российской империи. И первое, что Российская империя централизованно стала в Армении развивать, это, конечно, была сельская хозяйство. Вы слышали, Женя, наверное, про армянские коньяки знаменитые. Это традиция, которую... Любой армянин скажет, что традиция производства армянских коньяков уходит в глубокую древность. На самом деле это не так. Первый коньяк в Армении был произведен в 1887 году. Коньячный завод был построен там с повеления благоволения императора для того, чтобы быть не хуже Франции. В 1889 году основная повестка в Армении совершенно не экономическая, несмотря ни на что. Это повестка политическая и даже, можно сказать, военная. Потому что всё, что происходит в Армении в этот момент, крутится вокруг слова «карабах». Карабах — это традиционное принятое занятие, название. Арцах — это название армянское. Это гористая местность на западе Азербайджана, на востоку от Армении, которая фактически соединена с Арменией единственным путепроводом, Лачинским коридором. И, как оказалось, ну не оказалось, да как логично получилось в 1888-1889 году, армяне претендовали на эту территорию как потенциально на часть Армении. Карабах — это изначально карабахское ханство. Ну, изначально. Изначально там жили неандертальцы, да, это карабахское ханство в XIX веке. В начале XIX века там жили представители, в общем, всех закавказских народов, включая, естественно, и армян. Той самой даты, 1826 года, на этой территории, на территории Карабаха, армян жило очень мало. Но в 1826 году Россия получила по итогам войны и территорию Армении, и Нахичеване, Карабах, в том числе и Карс. По договору армяне из Персии имели право переселиться в Россию. В этой ситуации армяне христиане, многие из них захотели переселиться в Россию. Кстати, планом переселения занимался не кто иной, как Грибоедов. Примерно там же он был убит, если помнится. Всего в это время было переселено около 60 тысяч человек армян. Они переселялись в Ереванскую область и Нахичевань, но более 5 тысяч человек, по письменной информации, которая есть, было размещено в Карабахе. Этот процесс расселения был не первым. Армяне переселились туда и раньше. Но он, наверное, был ключевым. После этого начинает образовываться Карабахская армянская община. И поскольку процесс был двухсторонним, и из Ереванской области в Азербайджан, Турцию и Персию тоже выезжали мусульманские семьи по этому договору, достоверно известно, что выехало из Ереванской области где-то 2100 семей, а из Карабаха где-то 3000 мусульманских семей. То процент мусульманского населения там в этот момент упал, процент армянского вырос, и доля армянского населения поднялась на уровень переписи 1832 года где-то до 35%. Перепись 1923 года говорит примерно о 9% армянского населения на территории Карабаха. Еще раз не поймите меня неправильно, я не пытаюсь доказать или опровернуть тезис о том, чей Карабах. Я просто рассказываю историю. После русско-турецкой войны 828-829 годов было переселено еще 90 тысяч человек, часть из них тоже поехала в Карабах. Изменение демографии в Карабахе шло медленно, планомерно. Тогда количество армян росло, по сравнению с количеством азербайджанцев, в 880 году их уже 53%. В том числе потому, что мусульмане медленно покидали этот регион. В 1900 году в Елисаветпольской, или еще ее называли Гинджийской губернии, которая включала Карабах, проживало 35% армян, 56% азербайджанцев и было 430 армянских церквей. То есть это пространство было очень густо и активно населено армянами вместе с азербайджанцами. В 1921 году, после того, как Армения заключила договор с Российской Федерацией, было образовано специальное Кавказское бюро ЦК Российской Коммунистической Партии Большевиков, которое принимало решение относительно того, как структурно делить эту территорию. И, наверное, прообразом всех будущих конфликтов явились два дня, 4 и 5 июля 1921 года, когда 4 июля Кавбюро ЦК РКПБ решило передать Карабах Армении, а 5-го решило все-таки оставить его Азербайджаном. В течение ночи с 4 на 5 Карабах успел побывать армянцем. В итоге второе решение тоже не было полностью выполнено, потому что уж больно пестрое пространство было в Карабахе. И в конечном итоге только в 1923 году только Нагорно-Карабахская область, это центр Карабаха со столицей в городе Ханкинди, который Степанакер потом был назван, размером примерно 4000 квадратных километров, было выделено в автономную область внутри Азербайджана. В 1936 году Сталинская конституция эта автономная область закрепила. Выделение в автономную область было проведено в полном соответствии с национальным составом проживающих. Была вырезана территория, на которой проживают в основном армяне. То есть в 1926 году уже 89% населения этой области составляли армии. То есть которая практически полностью была армянской. Дальше на этой территории процесс пошел в обратную сторону. И к 1989 году на этой территории жило 73% армян. Меньше, чем в 1926 году, но тем не менее всего их было 73%. Это, естественно, подавляющее большинство. На территории НКО, Нагорно-Карабахская автономная область проживала к 1989 году, куда мы сейчас с вами двигаемся, около 140 тысяч армян. Это не очень большое количество. В 1939 году, у нас есть перепись населения 1939 года, все помните, в Армении заканчивается первая волна индустриализации. Нагорно-Карабахская область выделена три года как уже Конституции и так далее. Так вот, в 1939 году там было 151 тысяча армян. То есть это для нас должно косвенно сказать, что армяне не очень любили там жить и селиться. И отток армян происходил оттуда постоянно. И не то, чтобы там был приток азербайджанцев. За этот же период прирост населения Азербайджана составил 119%. Прирост населения Армении составил 27%. А в целом прирост населения Нагорно-Карабахской автономной области составил 26%. То есть даже меньше, чем прирост населения Армении. То есть в принципе эта территория не то, чтобы пользовалась популярностью и никогда не являлась зоной, в которой люди стремились и хотели жить. И при этом жило в ней, как видите, не очень много людей. Там 140 тысяч армян по сравнению с 3 миллионами на большой территории. 4 тысячи квадратных километров по сравнению с 30 тысячами квадратных километров. Это в общем не очень большие пространства. При этом почему-то, и здесь армяне наверняка объяснят это лучше меня, почему-то эта территория всегда была камнем приткновения. Дискуссия о принадлежности Нагорно-Карабахской автономной области шла в течение всего советского периода. Периодически Центральный комитет Компартии Армении обращался в ЦК КПСС с предложениями передать Нагорный Карабах в Армению. Были даже обращения в ЦК КПСС от армян, проживающих за границей, от армянской диаспоры. Эти обращения, ну так работала бюрократическая машина в Советском Союзе, эти обращения направлялись на выражение своего мнения в ЦК КПСС, откуда приходили ответы, почему это не надо делать, и вопрос закрывался. Здесь надо понимать, что доминирующая доктрина в Советском Союзе была интернационалистической. И все хозяйственные и культурные вопросы решались без оглядки на национальность. И в этом смысле азербайджанцам было очень удобно отвечать на вопросы. Они просто каждый раз писали, что, ну послушайте, с территории Азербайджанской ССР в Нагорный Карабах идет больше дорог. Там газопровод идет оттуда, хозяйственных связей больше, экономического обмена больше. Из Нагорного Карабаха учиться люди едут в Баку. Да, почему вдруг надо эту территорию отсоединять и переприсоединять. И в рамках интернационалистической логики Советского Союза это было абсолютно валидное объяснение. Тут было нечего дискутировать. Действительно не надо, потому что просто всем будет неудобно. Но 88-89 год – это времена, когда экономические связи и политические связи очень сильно ослабевали. Центральная власть Советского Союза, Москва, уже очень плохо удерживала ситуацию. На Кавказе во всех республиках начали развиваться националистические движения очень активно. На Нагорно-Карабахской автономной области тоже начали развиваться националистические движения. И уже где-то с 86-го года ситуация стала активно накаляться. Местные власти автономии стали выпускать противоречащие распоряжения власти Азербайджанской ССР решения. Их, естественно, тут же поддерживали политики, особенно оппозиционная политика в Армянской ССР. Все народные фронта, которые появились на этих территориях, все активно вели националистическую работу. 20 февраля 88-го года, значит, прошло... Пройдет меньше года до землетрясения. Совет народных депутатов НКО принял решение о выходе из Азербайджанской ССР. Понятно, что это решение не имело никакого отношения к законодательству Советского Союза. На следующий день политбюро ЦК КПСС официально назвало это решение экстремистским. Но, тем не менее... Прошу прощения, обещал, не кашлят, не получается. Тогда в следующий раз. Но, тем не менее, это решение было на столе. И оно вполне отражало настроение у местных элит. Уже в обоих республиках, и в Армении, и в Азербайджане происходили единичные инциденты с применением силы против, соответственно, представителей другой национальности. В январе 88-го года в Армении, в Кафанском и Негринском районах начались депортации местных жителей азербайджанцев в Азербайджан. Фактически, людей семьями сажали в товарные вагоны и отправляли в Азербайджан. Часть беженцев, по крайней мере, веря азербайджанским источникам, вообще шла пешком. Им не хватило возможности даже поехать в этих вагонах. По некоторым данным, несколько сотен человек погибло в пути. Из Армении в Азербайджан. В каком-то смысле в ответ на это, а в каком-то смысле и нет. И здесь я точно не берусь разбираться, кто первый начал и кто что делал. 27-28 февраля 88-го года в городе Сумгаити в Азербайджане произошли первые масштабные армянские погромы. Фактически, к этим армянским погромам призвал второй секретарь горкома КПСС, которая публично потребовала от всех армян покинуть Азербайджан на массовом митинге в Сумгаити против депортации азербайджанцев из Армении. В результате погромов погибло как минимум несколько десятков армян. Было уничтожено много их имущества. 14 тысяч армян было эвакуировано из Сумгаити. Достаточно примечательно, что подавляющее большинство предпочло переехать в Россию, а не в Армению. Но, тем не менее, эвакуация эта состоялась. И она положила начало масштабной взаимной эвакуации граждан Азербайджана и граждан Армении из этих республик. А действия позднего СССР начали напоминать действия британского мандата в Палестине в последнее время. Но колониальные власти, видимо, всегда ведут себя примерно одинаково на излете своих сил. 23 марта постановление Президиума Верховного Совета СССР принимает решение о вводе войск в Нагорный Карабах. В Нагорном Карабахе началась всеобщая забастовка в ответ на это. Соответственно, войска то ли были введены, то ли нет. Частично да, частично нет. Контролировать органы государственной власти они были не в состоянии. 18 июля 1988 года Президиум Верховного Совета СССР принял решение о неизменности границ Азербайджанской СССР. А 25 июля, это 7 дней проходит, постановление ЦК КПСС и Президиума Верховного Совета СССР фактически вводит в НКО особое управление под руководством Аркадия Вольского. Был такой достаточно известный политик в те времена, достаточно интересный человек. И если я не ошибаюсь, он в будущем будет первым руководителем Совета Предпринимателей в России. Фактически в НКО возникает военное положение. Азербайджану эта территория уже не подчиняется. Все организации, которые выступали за отделение НКО, как бы распущены. Но на месте этих организаций два политика местных, Роберт Кочарян и Серж Сарксян, создают новое движение, которое называется «Мяцу-воссоединение». Ну и по названию «Воссоединение», я думаю, всем понятно, что это за движение и кого из кем они собираются воссоединить. С этого момента политика Нагорного Карабаха станет фактически политикой Армении и будет влиять на Армению напрямую. Роберт Кочарян будет вторым президентом Республики Армения, а Серж Сарксян — третьим. И дважды Серж Сарксян будет премьером Армении. Фактически с 1998 года в Армении начнется эпоха власти карабахских лидеров. К 1989 году из Армении выехали практически все азербайджанцы. В процессе, как я говорил, погибло несколько сотен человек, а выехало примерно 200 тысяч человек в общей сложности. Вокруг НКО из азербайджанских сел возгоняются армяне. Проезд армянским машинам перекрывают. При этом армяне, естественно, аккумулируются внутри НКО и уезжают на территорию Армении. И значимое количество армян остается только в Баку. Их там около 35 тысяч человек, хотя еще в 1987 году их было 200 тысяч. То есть идет процесс масштабнейшего исхода. Летом 1989 года Армянская ССР вводит экономическую блокаду на Хичеване, а в ответ Азербайджанская ССР вводит экономическую транспортную блокаду Армении. Что, в общем, вообще говоря, одинаково плохо и для Хичеване, и для Армении. Потому что Армения не являлась, как вы помните, страной независимой от Азербайджана. В Баку идет непрерывный митинг. В декабре начинаются погромы промышленных предприятий. Митинг носит скорее антисоветскую, антисоюзную окраску. И погромы эти скорее носят антисоюзную окраску. Но уже к началу 1990 года начинается практика стихийного выселения армян из квартир в Баку для размещения азербайджанской беженцей. Азербайджанские беженцы действительно прибывают в Баку в большом количестве. Обстановку это накаляет. Азербайджанский народный фронт становится все более и более радикальным движением. 12 января 1990 года двое лидеров Азербайджанского народного фронта выступают по телевидению и публично заявляют, что город наполнен бездомными азербайджанцами, в то время как армяне позволяют себя жить в комфорте. 13 января начинается армянский погром, который продолжается неделю. В неделю союзные войска ничего не делают, не вмешиваются и включаются в процесс только 20-го числа. Погром при всем своем ужасе и при всем том кошмаре, который происходит в естественном данном времени, при всех тех преступлениях погром этот уносит жизни около 90 армян, но при подавлении его, при наведении порядка погибает минимум 134 человека. То есть советские войска наводят порядок еще более кровавыми средствами в этот момент. Оставшиеся армяне активно эвакуируются из Баку, а там остается меньше тысячи армян. И очень скоро после бакинского погрома отмечаются первые артиллерийские уже обстрелы на армяно-азербайджанской границе. Еще полтора года будет происходить вот такой процесс ни мира, ни войны. Азербайджанские силы будут пытаться максимально уменьшать размер территории, контролируемой силами самообороны НКО. Силы МВД и СССР будут им постараться в этом помогать. Приходит декабрь 1991 года, союз разваливается. Начинается полноценная война между вооруженными силами НКО и азербайджанскими вооруженными силами. Подключаются, естественно, армянские добровольцы, армянские подразделения. В процессе этой войны армянская армия атакует и Нахичевань в том числе. И война эта будет продолжаться до 1924 года. Война будет достаточно кровавой, достаточно жесткой со всех сторон. Во время войны будет уничтожен огромный объем имущества на территории НКО и вокруг него, и вообще в Карабахе, и в близлежащих местах. И погибнет достаточно много людей. 25-26 февраля 1992 года на территории Карабаха произойдет страшная трагедия, когда армянские войска в процессе атаки на город Хаджалы атакуют колонны азербайджанских беженцев и убьют около 630 безоружных человек, включая женщин и детей. Радикальные армянские боевики назовут эти убийства памятью о Сумгаидском погроме. После потери Хаджалы фактически политическая жизнь Азербайджана входит в штопор. Президент азербайджанному талибов теряет власть. И в конечном итоге она переходит к Гейдару Алину, бывшему руководителю Советской Республики Азербайджан, бывшему руководителю Нахичевани, которого называли азербайджанским лисом, человеком, который умел со всеми договариваться. И к 1994 году Азербайджану удается закончить войну, которую он проиграл. Под контролем Нагорного Карабаха остается 95% его территории и примерно равная ему территория по площади смежных районов Азербайджана. 26 тысяч трупов – это цена за то, что Нагорный Карабах на время приобрел статус независимого пространства. Нагорный Карабах не будет признан, естественно, как государство и территория практически никем. Нагорный Карабах будет существовать в тесной связи с Арменией, которая получила за счет прилегающих территорий достаточно свободный доступ к этому пространству. Но цена этой войны, так же как цена советского периода хозяйствования в Армении, так же как цена конфликта в целом и с Азербайджаном, и с Турцией, и с другими государствами, для Армении это полное разрушение армянской экономики.